Ага, все, да. Итак, мы открываем заседание диссертационного совета по защите диссертации Кавокина Кирилла Витальевича на соискании ученой степени доктора физико-математических наук по научной специальности 010410 физико-полупроводников на тему релаксации углового момента энергии в спиновых системах легированных полупроводников. Приказом Санкт-Петербургского государственного университета от 6 марта 2020 года номер 1684-1 я, Гекиан Вадим Фадеевич, доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физики твердого тела СПБГУ, назначен председателем данного диссертационного совета. Этим же приказом утверждены члены диссертационного совета. В соответствии с приказом по СПБГУ от 23 марта 2020 года номер 2304-1 наше заседание проходит в режиме удаленного доступа, в котором присутствуют все члены совета. Представляю членов диссертационного совета. Вывенко Олег Федорович, доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры электроники твердого тела СПБГУ. Олег Федорович. Вывенко Фадеевич, прошу прощения. Пожалуйста, дату в сегодняшнее время. Я объявил вас 19 июня 2020 года, 15 часов по нашему времени. Кулаковский Владимир Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Института физики твердого тела Российской Академии Наук. Вы нас видите и слышите, да? Голуб Леонид Евгеньевич, доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий сектором физико-технического института имени ЙОФА Российской Академии Наук. Шубина Татьяна Васильевна, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник физико-технического института имени ЙОФА РАН. Вы нас видите и слышите. Дьяконов Михаил Игоревич, доктор физико-математических наук, профессор университета Монт-Пелье, Франция. Вас видим и слышим, да? Так, соискатель Кирилл Витальевич Кавокин, Вы нас видите и слышите, да? Да. Итак, все члены совета и соискатель на связи. Коллеги, поскольку наше заседание проводится в режиме удаленного режима, прошу всех следить за процедурой. В случае, если произойдет технический сбой, Вы перестанете кого-то видеть или слышать. Прошу сообщить мне, мы объявим технический перерыв до устранения неполадок. На тот случай, если со мной связь перервется, я прошу Олега Федоровича Вывенко сделать заявление о техническом перерыве. Если связь восстановить не получится, то ввести заседание далее по процедуре. Олег Федорович. Вы готовы? Вы готовы? Да, да. У членов совета нет возражений? Нет, да? Тогда продолжаем заседание. Значит, лучше выключать микрофоны в тот момент, когда Вы не участвуете активно в обсуждении, для улучшения качества связи. Ведется аудио-видеозапись нашего заседания, прямая трансляция на сайте СПБГУ и осуществляется синхронный перевод выступления с русского на английский. На странице соискателя размещен адрес электронной почты, по которому слушатели прямой трансляции могут высказать свое мнение, направить вопросы соискателю онлайн, касающиеся диссертации и текущего научного обсуждения его выступления. Прошу высказываться по существу и по возможности кратко. Эти вопросы будут направлены техническими службами мне, я их озвучу во время дискуссии. Те, кто задает вопрос, должны указать фамилию, имя, отчество, должность, место работы. В соответствии с порядком присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени, кандидат или доктора наук, наше заседание считается правомощным, если в нем принимают участие не менее двух третей утвержденного состава, но не менее четырех человек. Наш совет из шести человек, присутствует шесть, в удаленном интерактивном режиме, со всеми есть контакт, таким образом, кворум есть. Вот я поручаю куратору нашей защиты, специалисту отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов, Наталье Владимировне Карповой, оформить явочный лист, перечислить... Прошу проявления, прервана связь с Татьяной Васильевной Шубиной. Прошу объявить технический перерыв. Так, объявляем технический перерыв. Продолжение следует... 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 На выступление членов Совета, ответы соискателя, далее обсуждение членами диссертационного Совета перед открытым голосованием результатов защиты с отключением трансляции, если это нам потребуется. Продолжение следует... Ну и уважаемые коллеги, если нет вопросов и возражений по данному регламенту, то мы продолжаем заседание. Переходим к защите и прошу вас отключить звук у мобильных телефонов. Итак, диссертация Кавокина Кирилла Витальевича на соискание ученой степени доктора Сизматнаук по научной специальности 010410 физиков-полупроводников на тему релаксации углового момента энергии в спиновых системах легированных полупроводников принято в защите приказом ученого секретаря университета. Кавокин Кирилл Витальевич написал свое диссертационное исследование на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Количество публикаций соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, согласно списку 21 работа. Из них индексируется в наукометрических базах Web of Science и Scopus 21 работа. В перечне утвержденной Минобранауки Российской Федерации публикаций нет. Соискатель представил ученому секретарю полный пакет документов для принятия к рассмотрению и защите диссертации. Все документы соответствуют пункту 12 третьего раздела «Порядка присуждения ученых степеней в СПБГУ». Все представленные документы по информации куратора нашего заседания соответствуют требованиям. Они находятся в аттестационном деле соискателя. Их копии есть у куратора заседания Натальи Владимировны Карповой, который сейчас находится на связи. Есть ли необходимость отдельно рассматривать представленные соискателем документы? Ни у кого такого желания не возникло. Необходимости нет. Нет необходимости, да. Тогда представляем время для доклада. Кириллу Витальевичу Кавокину. Ваше слово, Кирилл Витальевич. Спасибо. Сейчас, минутку. Всем видна презентация? Да. Так, видно, да, полный экран? Все нормально? Да. Хорошо. Дорогие коллеги, я представляю свою дистанционную работу по релаксации уголовного момента энергии в спинных системах легированных плавопроводников. Работа состоит, как полагается, из введения заключения и шести глав, названия которых показаны на этом слайде. И научный контекст, в котором делалась работа, это спиновая физика и даже точнее оптическая ориентация спинов в полупроводниках. Явление оптической ориентации спинов электронов и ядер было открыто Джорджем Ламперием в 1968 году и основано на двух базовых явлениях. Во-первых, передача уголового момента от фотонов циркулярно-поляризованного света электронной проводимости, как показано на этой схеме, что обеспечивается спиноорбитальным расщеплением зон и случается большинство полупроводников. Трудно найти такого, где этого нет. Конкретно в полупроводниках кубической третьей и пятой группы, которым я буду в основном интересоваться как модельными объектами, можно добиться поляризации, 50% поляризации спинов электронов, то есть среднего спина 0,25. И второе явление – это динамическая поляризация ядерных спинов, которая становится возможным из-за сверхтонкого взаимодействия электронных и ядерных спинов. Это скалярное взаимодействие ферми, оно содержит флипфлопслагаемые, которые приводят к взаимному перевороту спинов электрона и ядра с сохранением полного момента, в результате чего отношение заселенности соседних спиновых уровней ядра становится таким же, как оно было у электрона, то есть ядра приобретают поляризацию. Ну вот на основе этих двух простых довольно фактов развилась необычайно богатая физика, которая интенсивно исследовалась в течение последующих 15 лет и была обобщена в монографии оптической ориентации, вышедшей в 1984 году. Ну, то, что касается оптической ориентации спиновой физики в объемных полупроводниках. Причем эти исследования выполнялись в основном как раз на полупроводниковых соединениях 3, 5 и 2, 6 групп. То есть как раз те материалы, о которых я буду говорить. Ну вот если посмотреть на оглавление книги «Оптическая ориентация», то видно, что этот круг явлений был исследован очень основательно. Вот главы, показанные стрелочками, прямо относятся к теме работы, которую я представляю. И действительно была получена очень полная картина спиновых явлений в полупроводниках. И, казалось бы, наука об оптической ориентации закрыта. Но уже примерно через 10 лет, когда была объявлена спинтроника, когда возникла идея технического использования спиновых явлений в полупроводниках, выяснилось, что предлагаемые совершенно разнообразные проекты инженерных разных устройств спинтроники и непонятно, на чем основаны, потому что для оценки их выполнимости требовались сведения, которые, к сожалению, не были получены в результате фундаментальных исследований и суммированных в этой монографии. В чем проблема? Дело в том, что исследовались, если говорить о спиновой ориентации электронов, исследовались неравновесные носители. Вот, например, третья глава Пикуса и Титкова посвящена исследованию спиновой релаксации на фотовозбужденных электронах в полупроводниках П-типа. Это не основные носители, они существуют только под накачкой, под оптическим возбуждением. Также очень богатая физика электронно-ядерной спиновой системы, представленная в главах 5 и 9, также исследовалась под накачкой. То есть это физика диссипативной нелинейной динамической системы электронно-ядерной, которая не существует, когда выключается свет. Она принципиально связана с поступлением энергии углового момента в систему. И так оказалось, что о физике ориентированных спинов электронов проводимости, предоставленных самим себе после оптической накачки, очень мало что известно. И также очень мало что известно о спинорешеточной релаксации ядер в слабых магнитных полях, когда они не взаимодействуют с сотовозбужденными электронами. То есть электроны собственные там есть, и они взаимодействуют. Это важно, но оптического возбуждения нет. Вот это оказалось такой большой провал в знаниях. Ну и на его закрытие были направлены те усилия, те работы, которые вошли в данную диссертацию. Ну и по логике развития и исторически, начиная здесь нужно с основных взаимодействий между резидентными спинами в полупроводнике. Ну вот, что известно про взаимодействия, в которые вовлечены спины электронов проводимости в полупроводнике. В первую очередь это земельское взаимодействие. Как только включено магнитное поле, электроны приобретают некоторую земельскую энергию. Далее это очень важное свертонкое взаимодействие, которое обеспечивает как передачу глава момента ядрам, так и обратное воздействие ядер через эффективные поля. Полиаверхаузера на электроны. Далее это взаимодействие электронов между собой. Магнитное дипольное взаимодействие, которое, как правило, не важно, поскольку оно слишком слабое. А вот обменное взаимодействие важно очень во многих случаях. И для взаимодействия свободных электронов между собой, и для обменного рассеяния, и для взаимодействия локализованных электронов между собой. И вот здесь оказалось, что знания не полны, потому что взаимодействие обмена двух электронов, локализованных на двух донорных центрах или в двух близрасположенных квантовых точках, если это электроны, принадлежащие к зоне проводимости кубического проводника, оно считалось изотропным, описываемым. Вадим Фадеевич, объявите, пожалуйста, технический перерыв. Объявляем технический перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, смотри, слушай, отвечай. У меня отключилась коробочка через телефон. Ну, можно... Кирилл Витальевич, наверное, можно продолжать? Спасибо. Значит, я остановился на том, что обменное взаимодействие электронов, принадлежащих... Слышно меня? Не все. Не все еще. Вадим Фадеевич. Вадим Фадеевич. Да. Не все еще. Еще не все? Все. Вадим Фадеевич. Придется технический перерыв объявить снова. Вадим Фадеевич. Вадим Фадеевич. Вадим Фадеевич. Можно начинать? Да. Продолжаем. Пожалуйста. Да. Значит, обменное взаимодействие электронов, принадлежащих в зону, зоне проводимости считалось изотропным, потому что свойства спины индивидуального электрона изотропного обладают изотропным фактором. Естественно, было предположить, что и взаимодействие также такое Гайзенберговское. Но на самом деле это не так, потому что имеются в гамилетониане зоны проводимости спиноробитальные слагаемые, которые имеют вид скалярного произведения спина на эффективное поле, зависящее от направления волнового вектора, и компоненты этого поля являются нечетными функциями компонента волнового вектора. Для кубического плавородника, как известно, это кубические ФОК-члены. К чему это приводит? Это приводит к тому, что эта добавка есть для свободных электронов, и точно так же она никуда не исчезает и для локализованных электронов. В этом случае импульс будет мнимым, но тем не менее эта добавка к гамилетониану есть, и она приводит к тому, что когда электрон тонулирует с одного примесного центра на другой, его спин поворачивается вокруг спиноробитального поля на какой-то угол, а при тонулировании в обратную сторону происходит поворот на противоположный угол. И поэтому оказывается, что двум электронам невозможно встретиться, имея исходные направления их спинов. То есть в какой бы точке они не пересеклись, оказывается, что спины взаимно повернуты на некоторый угол, который определяется с орбитальным взаимодействием. Как известно, обменный интеграл обращается в ноль, если перекрытие волновых функций равно нулю. То есть электроны обязаны встретиться. И вот такое обстоятельство приводит к тому, что взаимодействуют на самом деле эффективные электроны, то есть спины электронов повернуты друг относительно друга на некоторый угол. Ну вот если просто написать вот это условие и расписать спины электронов, перевести из повернутых систем координат в лабораторную, то вот получится следующее выражение, содержащее как скалярное взаимодействие, так и два дополнительных слагаемых, одно пропорционально векторному произведению спинов и аналогичное по форме известному для магнетиков и, скажем, магниторазбавленных полупроводников взаимодействию Дзилашинского моря. И последнее аналогично по форме анизотропному члену диполь-дипольного взаимодействия, псевдо-дипольного взаимодействия. Значит, единственным параметром здесь является вот этот угол поворота гамма, и его можно рассчитать. Прошу прощения, пропала связь с Михаилом Игоревичем Дьяконом. Снова объявляем перерыв. Прошу прощения. Прошу прощения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я говорю, что исторически тоже с этого началось, потому что после вот этого теоретического результата захотелось посмотреть, как это проявляется в спиновой релаксации электронов. Я буду дальше говорить. Замечательно. Сейчас мы подождем и узнаем остальное. Продолжение следует... Так вроде работает, но почему-то мы не слышим ничего. Мы вас видим и слышим. Сейчас мы идем по телефону. Так, Михаил Игоревич на связи. Да. Да, я по телефону. Ну ничего, вам слышно? Да. Да. Тогда будем продолжать? Да, да. Извините. Михаил Игоревич, пожалуйста. Да, продолжаю. Ну, я остановился на том, что вклад разных слагаемых в обменное взаимодействие с разной симметрией определяется параметром, как угол поворота электронного спина при тонерировании, и который можно рассчитать, зная локализующий потенциал и константы спиноорбитального взаимодействия. Считать его можно разными способами. Ну вот, в моей работе 2004 года предложен такой способ, как применение унитарного преобразования, которое формально устраняет этот член из гемилетониана. То есть оно сводится просто к скручиванию системы координат. Пока едешь от первого донора ко второму, система координат поворачивается. Вот можно точно убрать спиноорбитальное слагаемое, но там с некоторыми оговорками для симметричных локализующих потенциалов. Можно продолжать? Да, да. Пожалуйста. По всей видимости, технический проблему. Кирилл Витальевич подзавис. Да. Хорошо, хорошо. Сильный, мы уже вводим телефон, я переключила мобильные данные. То есть все. Садим, поди, как объявить? Да. Пусть так и будет. Объявляю перерыв. Подключается сегодня. У меня есть небольшое предложение. Совет считается функциональным, если не менее четырех членов. Поэтому пока не отключились в один момент два члена, предлагаю продолжать доклад. Нет? Нет, Татьяна Васильевна. Нельзя? Давайте. Вот сейчас все подключились. Будем стараться в полном составе вести заседание. Только... Стараться, конечно. Соискателя не видно. Вот он подключился. Как? Я вот появился. А, ну вот теперь, да, да. Ага. Можно начинать, да? Продолжать. Экран. Демонстрация экрана. Вот. Сейчас, минутку. Прошу объявить об окончании технического перерыва. Технический перерыв мы заканчиваем и продолжаем доклад. Да. Ну, в общем, так или иначе, в асимптотическом пределе угол поворота всегда прямо в пропорциональном расстоянии. То есть, чем дальше расположены центры, тем на больший угол они поворачиваются. А величина угла определяется спиноорбитальными константами. И, например, для Арсения Дегаля она составляет там… Снова перерыв объявляем. Кто исчез? Доклад зависает. Такая противостановилась. Да, 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 да. Продолжайте, пожалуйста. Мы не все. Не все. Не все. Повезли какие-то атмосферные явления, потому что, когда у нас было тестирование, все работало прекрасно. Да. И вы знаете, вчера, вот когда был этот ураган, град, молния, гром, вообще не было связи. Вот просто не было. Между домами даже соседними. Наверное, это какие-то остаточные явления от циклона, который пришел к нам из Финляндии. Знаем виновников. Слишком много свободных электронов. Наверное. И все они крутятся по спирали и свести их невозможно, как только что мы узнали из первых рук. Спасибо. 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 Вадимир Дмитриевич, хорошо экипированный, с чашечкой чая. Сейчас ему бульончик поднесут, чувствуется уже. Это чашечка кофе. Ах, вот как. Да, такая маленькая-маленькая. Я следую. Еще минут десять и я объявляю технический перерыв по типу надо бы что-нибудь скушать. Спасибо. 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 Вадим Фадеевич, не забывайте, ладно, пожалуйста, объявлять об окончании технического перерыва. Мы будем включать трансляцию в этот момент. Да, но вот сейчас пока есть только надпись Дьяконов Михаил Игоревич, изображения нет. Советую отключить мое изображение, что это было. Нет, нет, не отключайте, пожалуйста. Нет, изображение надо. Спасибо. Все взглянули. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Пожалуйста. Так, минутку. Вот, да. Так, значит, как я уже сказал, имеется анизотропный вклад в обменное взаимодействие. И, как известно, для твердых тел с парамагнитными ионами такое анизотропное обменное взаимодействие приводит к спиновой релаксации. И можно было ожидать, что то же самое будет для ансамбля связанных на донорах электронов в регированном полупроводнике Н-типа. Ну, чтобы это выяснить, были проведены экспериментальные исследования. То есть было измерено методом оптической ориентации по эффекту Хан-Ле. Были измерены времена спиновой релаксации. Прервалась связь диагноза. Ну, может быть, будет продолжать, и он тогда действительно не будет в голосовании участвовать. Ну, так это надо у него спросить тогда, да? Он появился. Мы ее обсередлили. Я обсередлили. Давайте, Михаил Игоревич, если с вами со связью будут проблемы, вы готовы пойти на то, чтобы слушать то, что вам удастся, но при этом не участвовать в голосовании? Я готов, да. Хорошо, тогда продолжаем, да? Хорошо, спасибо. Игорь Кирилл, быстрее, пожалуйста, хорошо. Мы понимаем. Хорошо. Значит, были выполнены измерения времени спиновой релаксации электронов по эффекту Хан-Ле и так называемой времени корреляции. То есть, что такое время корреляции? Это время задухания спиновой памяти в пределах одного донора, которое характеризует взаимодействие электронов с действующими у него случайными полями, которое измерялось по обосновлению поляризации в продольном магнитном поле, поляризацион рекавери. Измерения были выполнены в широком диапазоне концентрации от 10-14 до 10-17. И, значит, получилась вот такая картина. Это картинка из оригинальной работы 2002 года. И, значит, по этой картине можно выделить три области легирования, которые отличаются механизмами спиновой релаксации. Значит, в выраженных плавопроводниках при сильном легировании наблюдается резкий спад времени спиновой релаксации с ростом концентрации. И это соответствует релаксации по механизму Диаконова-Переля. При самом слабом легировании наблюдается, наоборот, рост времени спиновой релаксации. И это связано с релаксацией на флуктуациях ядерных спинов, которая тем менее эффективна, чем короче время корреляции электронов на одном доноре. А время корреляции, в свою очередь, определяется силой обменного взаимодействия, которая чем сильнее, чем больше доноров. В какой-то момент, по мере роста силы обменного взаимодействия, анизотропные поправки к обмену взаимодействия становятся важны, и начинается снова спад времени спиновой релаксации, связанный именно с этим самым новым механизмом, связанным с анизотропным обменным взаимодействием. Ну, значит, все эти три механизма были описаны также теоретически, но, собственно, новую теорию пришлось создавать только для анизотропного обмена. Механизм Диаконова-Пиреля, ну, все основное при нем было известно. Единственное, что нужно было аккуратно учесть рассеяние электронов на заряженных примесях. Дело в том, что механизм Диаконова-Пиреля это релаксация в случайных полях, которые возникают при движении электронов между актами рассеяния, в результате спино-орбитального взаимодействия. Поэтому, в зависимости от того, на чем происходит рассеяние, ну, вот эффективное время корреляции для этого механизма разное, и вот от этого зависит время. Ну, вот в данном случае для выраженного полупроводника основной механизм рассеяния при низкой температуре это рассеяние на заряженных примесях. Ну, вот такой, да, а угловой вектор электрон определяется угловым вектором ферме, поскольку это ферме заполнения. Ну, вот, значит, в этих предположениях было рассчитано время спиновой релаксации. И вот уже окончательные кривые построены здесь. Видно, что функциональная зависимость очень хорошо описывается теорией вот на протяжении четырех порядков по изменению времени. Но, значит, количественно, если брать за основу измеренное, ну, рассчитанное или измеренное время импульсной релаксации, то имеется значительное рассогласование. Но это рассогласование исчезает если в качестве параметра использовать непосредственно измеренное по подавлению спиновой релаксации в продольном поле время релаксации третьей гармоники импульсного распределения, которая, собственно, и входит в механизм диаконного пиреля. То есть внутри себя эта теория с экспериментом очень хорошо согласуется, но почему-то наблюдается рассогласование с транспортными измерениями и причину вот этого рассогласования установить так и не удалось, хотя, можно сказать, по данным других наших экспериментов то же самое происходит, например, при более высоких температурах, то есть при температуре жуткого азота, при комнатной температуре практически разной степени регирования. Вот если провести аналогичные измерения, оказывается, что данные о временах импульсной релаксации полученные из транспортных измерений и из оптических измерений расходятся. Вот это вот осталось загадкой, в остальном все достаточно хорошо можно объяснить. Теперь вот новый механизм релаксации за счет анизотропного обмена. Рассчитать скорость этой релаксации достаточно сложно из-за того, что доноры и локализованные на них электроны расположены случайно самыми разными расстояниями и интегралы обменного взаимодействия экспоненциально зависят от расстояния, то есть это сильно неупорядоченная система. Точного решения здесь найти не удается. для объемного клопроводника, но удалось найти подход, который опять же внутренне противоречив и приводит к хорошему согласию с экспериментом. Это использование теории протекания, использование представления о спиновой диффузии по примесной зоне за счет обменного взаимодействия. Качественно можно сказать так, что вот есть электронный спин и он за счет спинфлип переходов с соседними электронами, путешествует от донора к донору и при каждом таком перевороте спины или перескоке спины с донора на донор, при этом заряд электрона не двигается, то есть они все заполнены электронами, просто обмен спинами. Происходит его поворот за счет изотроп изотроп обменного взаимодействия. Ну и по мере диффузии память о исходном направлении спина исчезает. Приняв такие предположения, можно сосчитать зависимость времени спинной релаксации от концентрации и использовав те же самые предположения о спиновой диффузии внутри примесной зоны, можно посчитать и время корреляции электронного спина на одиночном доноре, которое важно для расчета времени релаксации электронов на флактуациях ядерных спинов. Ну и таким образом вот эти два механизма описываются в едином ключе и можно построить такую расчетную зависимость, которая тоже достаточно хорошо описывает эксперимент. То есть она вообще без подгоночных параметров описывает его в области не слишком низких концентраций, где важен как раз анизотропный обмен, вот эта зеленая кривая, потом она начинает отклоняться от эксперимента, но в этой области это связано с тем, что опять же время корреляции, которое наблюдается, измеряется экспериментально, отличается от рассчитанного, исходя из спиновой диффузии. То есть в сильно разбавленных спиновых системах уже представление о такой спиновой диффузии по бесконечному кластеру плохо работает, видимо, становятся важны взаимодействия в более мелких кластерах, но если взять измеренное время корреляции, посчитать вот эти два вклада в спиновую релаксацию, исходя из этого измеренного времени, получают очень хорошее согласие с экспериментом. Ну и таким образом полная картина составляется из трех механизмов спиновой релаксации, которые описывают релаксацию практически при любой концентрации примеси в полупроводниках Н-типа, по крайней мере, в растении дегали, но то же самое может расстоянить с другими параметрами на другие аналогичные материалы. Пока речь шла о релаксации в слабом магнитном поле, то есть релаксации фактически неравновесного углового момента. Если оптическая ориентация осуществляется в продольном магнитном поле, тогда вместе с угловым моментом нужно отдавать в кристаллическую решетку также энергию, поскольку при ориентации электронов они создаются с некоторой зейминовской энергией, которая пропорциональна их среднему спину. И вот здесь энергетическая релаксация начинает лимитировать общий процесс спины в релаксации, потому что ни один из упоминавшихся механизмов, кроме, конечно, механизма Диаконова-Пиреля, ни один из механизмов, которые работают в диэлектрической фазе, не связан с взаимодействием с фанонами и энергию в решетку не передает. Поэтому энергетическая релаксация может осуществляться только путем прыжков. перерыв прервана связь с переводчиком. Объявляем перерыв с переводчиком. Да. Я здесь возьму ручку. Да. А можно вопросы по ходу дела? Нет, Татьяна Васильевна, все обсуждение диссертации. Понятно. Все храним молчание. Перерыв это перерыв. Да. Нас нет здесь. Спасибо. 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 У меня предложение. Я вижу, что появился Михаил Игоревич Дьяк. Игорь Негода. Спасибо. Спасибо. . Спасибо. И продолжаем доклад. Пожалуйста. Так. Ну вот я начал говорить о том, что релаксация спиновая в магнитном поле лимитируется передачей энергии в христаллическую решетку. Эта передача может осуществляться только с помощью реальных прыжков электрона с заполненного донора на пустой. При этом поглощается или спускается фанон и может передаваться энергия. Число таких пар еще при этом неэффективно взаимодействующих с фанонами невелико. И поэтому спиновая релаксация происходит путем спиновой диффузии по примесной зоне к такой паре. И скорость релаксации в этом случае описывается в теории Хуцышвили Дежена, которая обычно применяется к ядерной спинной релаксации на паромагнитных центрах. Ее можно применить здесь. И оказывается, что эксперименты имеющиеся сделаны Василием Белых прямо демонстрируют наличие такого механизма. Их можно очень хорошо описать в этих простых представлениях. Потому что с ростом магнитного поля скорость спиновой диффузии уменьшается из-за того, что имеет разброс жефакторов и происходит рассогласование энергии спинфлипа разных электронов. Процесс подавляется, коэффициент диффузии уменьшается. И это можно оценить из просто ширины линии спиновых биений просто в том же эксперименте. И приводит это к тому, что с ростом магнитного поля скорость релаксации падает. Время релаксации растет линейно с ростом поля на протяжении нескольких порядков. Удивительный результат. И он полностью согласуется с такой моделью релаксации на парах и спиновой диффузии. Кроме того, раз релаксация происходит таким образом, то есть прежде чем энергия дана в решетку происходит множество переворотов спинов электронов и взаимодействий электронов друг с другом, это означает, что равновесие внутри электронной системы становится быстрее, чем она термализует, чем становится равновесие с решеткой. в этом случае можно предположить, что электронная спиновая система будет описываться собственной спиновой температурой, отличающейся от температуры решетки, как это происходит с ядрами. Такое предположение сделано в моей работе 2008 года. Было высказано предположение, что в таком случае в экспериментах с временным разрешением в продольном магнитном поле будет наблюдаться двухэкспоненциальная динамика. То есть сначала релаксация неравновесного электронного спина к его квазировновесному значению, определяемому спиновой температурой, а затем уже релаксация спиновой температуры к температуре решетки. Ну и вот тот же самый Василий Белых померил, сделал такой эксперимент и в некотором диапазоне концентрации, действительно, как и должно было быть, он увидел биэкспоненциальную динамику. То есть качественно, по крайней мере, качественно вот это такое теоретическое предсказание было подтверждено. Ну, это вот отражено в очередном положении выносим на защиту. Дальше, ну вот, раз уже дошла речь о спиновой температуре, то время переходить к ядерной спиновой системе, потому что как раз ядерная спиновая система в основном в спиновой температуре описывается. Ядра в полупроводнике поляризуются, можно поляризовать при оптической ориентации с помощью динамической поляризации и это состояние спиновых ядер детектировать по эффективному полю, полю Оверхаузера, которое они создают на электронных спиновых состояниях. Проявления этого поля разнообразны. В первую очередь это просто расщепление состояний зоны проводимости, есть там электроны или нет там электронов, а затем если там есть электроны и они имеют неравновесный спин, направленный под углом к ядерному полю, то это вызывает прецессию этого электронного спина, который проявляется в спиновом биении, в эффекте ханле или в спектрах спинного шума. Таким образом можно детектировать. Как я уже говорил, задача в данной работе ставилась исследовать спино-решеточную релаксацию ядер, когда нет оптического возбуждения. для этого понадобились невозмущающие методы исследования ядерной спинной системы. Если просто измерять эффект ханлея и все время светить, то возбуждаются неравновесные электроны, которые возмущают ядерную спинную систему. Несколько таких методов было придумано в этой работе. Два из них связаны с использованием современных микроструктур, микрорезонаторов, в которых очень сильно усиливается фродерское вращение за счет многократных проходов света внутри резонатора. И использовав такую систему, удалось наблюдать эффект, который был теоретически предсказан много лет назад, Артемов и Меркуловым, эффект фродерского вращения света непосредственно полем Аверхаузера. То есть это наблюдение ядерной поляризации, которая не требует вообще присутствия электронов, а она детектируется просто по расщеплению зонных состояний, которое вызывает фродерское вращение. Здесь показаны экспериментальные картинки такого фродерского вращения в микрорезонаторе. после оптического возбуждения, вот во время оптического возбуждения циркулярно поляризованным светом, виден огромный секс фарадея, индуцированный поляризованным поспинными электронами, а после выключения света виден гораздо меньшая амплитудия, тем не менее надежно детектируемый эффект, с очень длинным временем релаксации, который связан с ядрами. Причем здесь наблюдаются разные компоненты с разными временами составляют сотни секунд, а у другой это могут быть единицы или десятки секунд, или даже доли секунды, это зависит от того, полупроводник вырожденный или не вырожденный, и здесь показаны кривые для вырожденного полупроводника с свободными электронами, где это короткая компонент, достаточно долгоживущая, порядка 10 секунд, ее можно довольно подробно исследовать. Чтобы удостовериться, что обе компоненты связаны с ядрами, были сделаны эксперименты по ядерному магнитному резонансу, действительно наблюдается резонанс на всех изотопах и на той и на другой компоненте несколько разными методами. Если говорить о природе этих компонентов, то можно предположить, что длинная компонента долгоживущая связана с ориентацией объемных ядер и расщеплением зонных состояния поля маверхаузера этих ядер, а вот короткоживущая компонента связана с ядрами, находящимися вблизи парамагнитных центров, образованных локализованными электронами. В диэлектрическом материале это просто доноры, а в выраженном металлическом полупроводнике доноры в основном ионизованы. Это кластеры пары тройки доноров, которые в силу большего заряда могут логализовать электрон, который является парамагнитным центром, убивающим ядра. Ну и разный знак этих двух компонентов в металлической фазе связан с тем, что механизмы их формирования разные. Долгоживущая компонента обусловлена расщеплением зон, а короткоживущая компонента обусловлена паолевской блокадой, то есть тем, что электрон, который сидит на этом центре, он преимущественно занимает нижнее энергетическое состояние. Ну и сравнить интенсивность оптических переходов и связанные с ним различия показателей преломления, которые играют роль в формировании фарадеевского вращения, не оказывается противоположного знака. Ну и вот этот эффект наблюдался экспериментально впервые, и он в положении защищаемого номер 4. Далее еще одним методом, который мы использовали, который тоже впервые применялся в нашей работе, это измерение поля Аверхаузера по сдвигу зейминского резонанса в спектре спинного шума. Значит, спиновый шум был известен задолго до нашей работы, открыт Александровым запаским в 80-х годах прошлого века, уже примерно там 10 лет использовался для исследования полупроводников, но нам удалось поставить эксперимент, тоже сначала используя микрорезонатора, где резонанс спектра спинного шума был обусловлен не только внешним полем, а еще и полем Аверхаузера, и после предварительной накачки ядер можно наблюдать сдвиг этого резонанса, отражающий спинную релаксацию ядер и уменьшение эффективного поля, которое они создают на электроне. Вот эта кривая в том случае, если внешнее поле и поле Аверхаузера складываются, а вот в этом случае они вычитаются, и здесь наблюдается переход эффективного поля через ноль, соответственно, подход частоты резонанса к нулю и дальше возвращение на ларморую частоту, соответствующую внешнему магнитному полю. И, наконец, для того, чтобы расширить класс структур, которые исследуют, что можно было работать не только в микрорезонаторах, а и в объемных материалах, использовался старый надежный метод поляризованной фотоалиминесценции. И для того, чтобы исследовать поведение ядер невозмущенных, используется метод темновых интервалов, то есть после накачки выключался свет, в это время ядра релаксировали, и затем после снова включения циркулярной накачки регистрировалась поляризация электронов в начальный момент времени, и отличие ее от той поляризации, которая была после накачки, отражает как раз изменение формы эффекта Ханли, связанное с появлением поля оверхаузера и ориентацией ядер. И по мере удлинения темного интервала вот эта разница увеличивается, потому что ядра все больше и больше релаксируют за время выключения света. Далее, как я уже говорил, ядерная спиновая система, вообще спиновая система хорошо изолирована от решетки, описывается в теории спиновой температуры, которая была предложена давным-давно персональным паундом, и для в случае оптической ориентации ядер в плов-брудниках тоже не нами предложено, теоретический диагноз Пирелем, экспериментально исследованным паже с авторами. Собственно, теория предполагает, что в спиновой системе ядер происходит полное установление равновесия, при этом устанавливается некоторая спиновая температура, и дальше намагниченность ядера определяется законом Кюри вот с этой самой спиновой температурой. В общем, знак этой температуры может быть разный в зависимости от того, как направлено намагниченность ядер по отношению к внешнему полю. И у этой теории есть совершенно однозначные и жесткие предсказания относительно поведения намагниченности ядерной спиновой системы при медленном адиопатическом изменении магнитного поля. магнитного должна вести себя при прохождении внешним полем нуля вот таким образом. То есть вблизи нуля поля ядерная спиновая система ведет себя как парамагнетик, описываемый законом Кюри. При больших величинах поля больше характерных полей спин-спиновых взаимодействий. Она выходит на насыщение, связанное с тем, что там уже начинает меняться спиновая температура из-за изменения теплоемкости из-за того, что определяющую роль начинает играть теплоемкость Зейминовского резервуара обусловленную энергию взаимодействия спинов с внешним магнитным полем. Ну и вот регистрация такой кривой адипатического переобогничивания является лучшим способом проверить действительно ли ядерная спиновая система описывается приближением спиновой температуры. А проверять это надо, потому что установится или не установится внутри спиновой системы равновесия зависит от разных вещей, в том числе от спиновых расщеплений в результате подрупольного взаимодействия, которое возникает из-за деформации в различных структурах и в частности в разных гетероструктурах и от микроизонатора, которые мы исследовали. Большая вероятность что такое расщепление есть. кроме того, вот такой эксперимент прямой проверки справедливости теории спиновой температуры в слабых магнитных полях вообще как-то оказалось, что никто и не ставил ни на какой-то системе. А нам удалось его сделать. Здесь показаны результаты измерения таких кривых адиоматического перемагничивания по эффекту Фарадея, наведенному полем Оверхаузера. Видно, что при сканировании магнитного поля последовательное сканирование зад и вперед каждый занимает 10 секунд. Ядра мало успевают отрелаксировать за это время. То есть прописывается такая кривая. Этот общий тренд связан с влиянием внешнего поля. Если его вычесть, то получается кривая перемагничивания. Если еще учесть спиновую релаксацию, которую можно отдельно измерить, то выясняется, что на магничестве ядер очень хорошо описывается теорией спиновой температуры за одним исключением, что локальное поле, которое определяет ширину кривой перемагничивания, оказывается не таким, каким оно должно быть из расчета. То есть, если посчитать локальное поле, дипольное взаимодействие, оно оказывается порядка полутора или двух гаусс, а у нас получалось 8, 10, 12 гаусс. И то же самое получается при измерениях другим методом по спектру спинового шума. здесь уже спектр снимается медленнее, и при этом приходится учитывать действительно, учитывать всерьез спино-режилочную релаксацию, которая для этого тщательно измеряет свою зависимость от поля в других экспериментах. Но, тем не менее, результат тот же самый. поведение спиновой системы хорошо описывается в теории спиновой температуры, но локальное поле другое. Как это объяснить? Естественное объяснение такое, что связано с наличием квадрупольного расщепления, с тем, что имеется еще один резервуар энергии, связанный с квадрупольным взаимодействием. И удивительным является тот факт, что, несмотря на то, что расщепление очевидно в несколько раз и почти на порядок больше, сильнее диполь-дипольного, тем не менее, в системе устанавливается равновесие, хотя квадрупольное взаимодействие к этому не имеет никакого отношения. Расщепление спины каждого отдельного ядра, а равновесие между спинами устанавливается все тем же диполь-дипольным взаимодействием. Можно высказывать разные предположения, почему это так, связанные с многоизотопной, с тем, что много изотопов, три изотопа в Арсении Дегаля, каждый со своими константами, что приводит к сложной системе уровней, в которой можно найти способ установить равновесие, потому что расстояние между соседними уровнями может быть не очень большим. Но экспериментальный факт такой, что приближение спины температуры оказывается очень устойчивым, то есть практически в любых структурах оно работает, единственное, что нужно знать, какое там локальное поле. Ну вот отдельное внимание тут уделялось смешиванию различных резервуаров, вот то, о чем я говорил, то есть при большой величине внешнего магнитного поля энергия теплоемкости ядерной спиновой системы определяется зейменовским взаимодействием и при большом расщеплении зейменовский резервуар оторван от спин-спинного обмена энергии между ними нет и дальше смешивание происходит в некотором характерном поле, которое так и называется поле смешивания и обычно считается, что оно несколько раз, раз в пять превосходит локальное поле. В наших экспериментах мы старались найти этот момент смешивания, который должен приводить к изменению формы кривых перемагничиваний и появлению такой вот неоднозначности в зависимости от поля. Но вплоть до поля в 50 гаусс ничего такого не было. И это еще раз подтверждает, что вот удивительным образом ядерная спиновая система как-то ухитряется очень эффективно устанавливать спиновую температуру, хотя казалось бы средство для этого, то есть диполь-дипольное взаимодействие, оно еще такое довольно слабое. Но вот это такой факт. Ну, это состав этой череды. Что? Владимир Владимирович, можно продолжать? Сейчас узнаем. Наталья Владимировна, вы нас слышите? Да, все хорошо. Все нормально, да? Пожалуйста. Кирилл Витальевич, у вас еще осталось два положения, как я понимаю? Два, да. Ну вот, за несколько минут уложитесь. Да, 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 мне осталось рассказать про спиновую релаксацию ядер. И, значит, как и для электронов, может быть, даже еще и в большей степени, значит, она, в зависимости от магнитного поля, значит, состоит из релаксации энергии, передачи в решетку и релаксации углового момента. В сильном поле, ну, эти два процесса идут параллельно, а в слабом поле фактически скорость релаксации ядерной спиновой системы определяется релаксацией энергии или отогревом этой спинной системы, то есть приближением ее спиновой температуры к температуре решетки. Ну, и вот эти процессы, происходящие в диапазоне полей меньше, порядка и несколько больше, локального поля, вот мы исследовали экспериментально и нашли несколько режимов спиновой релаксации, значит, один из них это режим, характерный для выраженных полупроводников металлической фазы, здесь релаксация происходит по механизму коринги, то есть сверхтонкое рассеяние электронов на поверхности ферме, которая обладает характерной линейной температурной зависимостью, но имеются определенные отклонения, которые естественно связать с присутствием локализованных электронов из-за того, что выраженный полупроводник при не очень высоких концентрациях примеси не является идеальным металлом, там есть локализованные парамагнитные электроны, они вносят свой вклад в спинную релаксацию ядер. Ну, такой вклад наблюдается как дополнительный релаксация коринги. И в слабо легированных полупроводниках N-типа в диэлектрической фазе наблюдается проявление нескольких механизмов. Во-первых, это механизм связан со спиновой диффузией, которую я уже упоминал, то есть это релаксация объемных ядер за счет спиновой диффузии к промагнитным центрам убийцам, каковыми являются электроны, связанные на донорах. Эта диффузия описывается теорией Хузишвили-Дежена и дает характерные времена релаксации порядка двухсот секунд, которые наблюдается в эксперименте, если магнитное поле намного превосходит локальные поля. А в слабом магнитном поле оказывается, что релаксация идет на порядок или даже больше быстрее. И это довольно трудно объяснить, потому что это не может быть связано с изменением скорости релаксации вблизи доноров, потому что не она лимитирует. Релаксация на донорах определяет начальный очень быстрый участок шоточной релаксации ядер, который можно измерить в отдельном эксперименте. Вот он здесь виден, это несколько сотен миллисекунд, но если ядра накачиваются достаточно долго и поляризуются объемные ядра, то их время релаксации определяется диффузией. Единственным механизмом, который может приводить к релаксации ядер, удаленных от доноров, является квадрупольное взаимодействие, индуцированное структурирующими электрическими полями, а эти электрические поля могут быть созданы флуктуациями заряда электронов, локализованных на примесях. Это показано на этой схеме. При прыжках электронов с заряженной примеси на пустую создается флуктуация электрического поля, которые за счет квадрупольного взаимодействия отогревают ядра, в том числе далеко от доноров, потому что электрические поля кулоновское взаимодействие, которое дальнодействующее. Можно теоретически описать этот отогрев, и это описание непротивоверчивым образом описывает эксперимент и объясняет резкую зависимость. Квадрупольный отогрев подавляется магнитным полем порядка локальных полей. Это связано с ростом теплоемкости ядерной спиновой системы, поэтому когда теплоемкость начинает определяться зейновским резервуаром, уже механизм перестает быть эффективным. Это определяет шестое положение. более-менее понятно, как релаксируют электроны в полупроводниках Н-типа, как релаксируют ядра в полупроводниках Н-типа, и другие друг на друга при этом существенным образом влияют. И единственное загадочное место, остающееся это релаксация ядер в полупроводниках П-типа, которая, как оказывается, происходит намного быстрее, чем в материалах Н-типа. То есть там нет вот этой долгоживущей ядерной поляризации, которая живет сотни секунд, а вся релаксация происходит за сотни миллисекунд, так же, как релаксация вблизи доноров в полупроводниках Н-типа. Это довольно загадочно, потому что дырки гораздо слабее, на порядок слабее взаимодействуют с ядрами, электроны. Кроме того, известно, что при оптической ориентации в повроводниках П-типа электроны локализуются, ядра эффективно поляризуются электронами, захваченными на нормально пустые донорные центры, то есть они вообще не находятся в контакте со связанными на акцепторах дырками при низкой температуре. Ну и это противоречие удается разрешить, если учесть результат теоретический Паже Амана и Корба 2008 года, которые заметили, что при захвате или комбинации фотовозбужденного электрона на донорный центр происходят сильные флуктуации электрического поля, которые приводят к очень эффективному отогреву спинно-ристочной релаксации ядер в окрестностях донора. Ну и поскольку сверхтонкое взаимодействие с локализованным электроном спадает экспоненциально с расстоянием от центра донора, а квадрупольное взаимодействие индуцированное электрическими полями спадает гораздо медленнее, то существует такой квадрупольный радиус, в пределах которого только можно поляризовать ядра. За пределами этого радиуса они релаксируют быстрее квадрупольное взаимодействие, чем поляризуются. поэтому оказывается, оказывается, что объемные ядра оптически ориентировать нельзя, то есть они ориентируются только вблизи донорных центров, но вот мы посветили светом, ориентировали их, потом электроны рекомбинировали после выключения света, и ядра остались вот в этой области. Вот за счет чего же они релаксируют? скорее всего релаксируют они тоже за счет квадрупольного взаимодействия, которое в этом случае индуцируется флуктуациями заряда, связанными с прыжками дырок между заряженными и пустыми акцепторами. Дело в том, что рядом с заряженным донором в примесной зоне будет всегда находиться заряженный акцептор, то есть электрический заряд, то есть дырка рекомбинировалась с электроном ушедшего с донора, и вот прыжки этого заряда с ближайшего акцептора на какой-то из следующих приводят к сильным флуктуациям электрического поля. Если сосчитать функцию распределения корреляционные времена этих флуктуаций, то можно довольно неплохо описать как величины, так и температурную зависимость спинно-решилочной релаксации по уровню какого типа. Ну и вот это составляет седьмое и последнее положение выносимое на защиту. и теперь только можно сделать выводы в целом по циклу работ, которые я здесь постарался сформулировать предельно кратко. Диссертация занимает примерно две страницы. мы увидим эти выводы. Я их повторять не буду. Ну и дальше список публикаций стоит из 21 журнальной статьи и одной главы монографии. Ну вот собственно все. Спасибо за внимание и за подключение за публику. Спасибо, Кирилл Витальевич. Пожалуйста, у членов совета возникли какие-то вопросы по докладу? У меня есть один вопрос. Да, пожалуйста. Можете показать десятый слайд? Слайд есть. Ну пока вы показываете эту речь в том, что вы показали систему, на которой изображены, как я понял, примесные цены. Правильно? Вот как вот эта картинка? Да, да. Да, да. Не слышу Олега Федоровича. Олег Федорович, связь пропала опять, да? Перерыв объявляем? Да. Так. Есть. Спасибо. 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 Так вопрос в чем состоит? Дело в том, что вы сказали, что все эти центры заполнены электронами. Ну нет, вот здесь пустой нарисован. Нет, так вы сказали, вот в ваших словах прозвучало, они заполнены электронами, и вот они каким-то образом обмениваются. Вот это меня как раз и удивило. То есть все-таки свободные места есть, куда они могут переходить. Правильно? Ну имеется некоторая компенсация всегда, но если степень компенсации невелика, то, соответственно, количество пустых там заряженных доноров, ну много меньше там, ну на порядок, по крайней мере, меньше, чем количество заполненных. То есть в основном, если взять какой-то донор, у него соседи… Это чисто спиновый обмен. Да, для большинства доноров это чисто спиновый обмен, да. Вот это такое утверждение. Да, потому что просто даже если сравнить вот характерные времена релаксации, времена корреляции, которые там есть, и оценить времена прыжков, то оказывается, что при низких температурах гелиевых прыжки не могут описать те времена, которые есть. А спиновый обмен, значит, он от температуры не зависит, и здесь это гораздо более эффективный. Олег Федорович, вы удовлетворены ответом? Да, вполне. Спасибо. Пожалуйста, еще есть вопросы? Да, я подняла руку, вы меня видите? Да, пожалуйста, Татьяна. У меня очень наивный вопрос, Кирилл Витальевич, вот о временах диффузии спинов и сопряженных с этим параметрах. Влияет ли на эти параметры такая вещь, как ширина зоны примесной? Или она для них бесконечна? Энергетическая ширина зоны примесной? Энергетическая ширина примесной зоны непосредственно не влияет, потому что если поменять местами два электрона, то зарядовая конфигурация не изменится. И, собственно, энергия никак не изменится. Но если приложено магнитное поле, то она влияет опосредованно, потому что с разбросом энергии связан разброс же факторов электронов. Поэтому если приложить магнитное поле, то зейминские энергии у них будут различаться. И это вот как раз причина того, что наблюдалось в экспериментах Васи Белых, вот это вот замедление, колоссальное замедление релаксации с ростом магнитного поля. То есть происходит рассогласование зейминских энергий, подавление спинфлип-переходов. Спасибо, Ялда Витальевна. Спасибо. Есть еще вопросы у членов Совета? Нет. Кирилл Витальевич, а степень компенсации вы просто некую оценку делали, да? Никаких конкретных данных нет? Ну, значит, вот на этих образцах как-то нам не удалось измерить. Ну, предполагалось, что порядка 10%, да. Ну, такая характерная величина. Спасибо. Есть еще вопросы у членов Совета по докладу? Если нет, то тогда переходим к отзывам членов Совета. Поскольку отзывы были опубликованы на сайте университета, и все могли их прочитать, то я предлагаю изложить только основные моменты, вопросы и замечания. Нет возражений у членов Совета? Нет, да? Нет. Вот тогда переходим к оглашению отзывов. Олег Федорович Вывенко, вам слово. Есть проблемы? Со связью опять, да? Микрофон включите, пожалуйста, Олег Федорович. Сейчас уже заработало, да? Был балл в звуке, да. Пожалуйста, ваш отзыв. Основные моменты. Хорошо. Ну, вот дело в том, что отзыв у меня небольшой, и одно из положений, первое, то считаются результаты несколько более сжатой формы, чем это было сделано в диссертации. То есть, то, что мне показалось, вот таким был в работе, это информировать, как я понимаю. С теоретическим обоснованием нового механизма спиновой релаксации электронов, основанное на предсказанной автором ангезотерапии обменного взаимодействия локализованных электронов в структуру бетцентра инверсии. Штальные данные о зависимости времени спиновой релаксации электронов и концентрации донорной примеси в широком диапазоне, которые впервые, ну, с моей точки зрения, впервые надежно воплели неотонный характер. Новые методы, не возмущающие контроли на магидачной сядерной спинной системе и экспериментальное подтверждение предсказаний теории спиновой температуры. В основании нового механизма отогрева сядерной спиновой системы, фруктурующими полями, возникающими при прыжках в насильственной зоне. Новые данные о механизме решетчей релаксации предварительно оптически охлажденных ядер в полупроводных структурах в слабых магнитных полях при отсутствии вплуждения. Ну, дальше оттуда цена ручья про оптическая значимость. То есть она известна, что я хочу подчеркнуть, что мне очень понравилось, что важным достоинством изложения является заключение, в котором дается общая картина о релаксации углового момента энергии взаимодействия в системе носителей заряда и ядер решетки в полупроводниках получена в результате проведенных исследований. Часто бывает, что диссертация как бы так станет из кусков, а потом все это сведено. А здесь действительно очень хорошо с моей точки зрения написано. Теперь какие у меня замечания? Дело в том, что в работе кристаллы Арсенида Галли с концентрацией выше Гланадейс-16 называются металлическими. Все время как характеристики проводились при таких уровнях лидирования еще до хороших металлов. Тем более, что в работе важно, чтобы они все эти электроны, как следует за вопрос, они сидели бы вообще, говоря, на этих самых дотах. Второй вопрос. Ну, там есть замечания по оформлению на рисунке 4.3. Там, видимо, печатка немножко там в скрелке вверх-вниз перепутана. Ну и, наконец, вот это докладе прозвучало, что в третьей главе отмечена значительным, более чем на порядок. Ну, вот на диаграмме, которая за Ленией Довегеничем у него и является фоном, о ней идет речь. Рассогласование времен импульсного распределения полученных с транспортных зрения и с подавлением спинной релаксации продолим полем. Возможные причины этого, к сожалению, не обсуждались и в работе используют значения константы спинно-ритального расщепления из литературных данных, измеренные по спектраму растения и с переворотом спины. Ну, и мне, конечно, хотелось бы более подробно узнать аргументацию такого выбора. Почему мы взяли эту виду, чтобы подошла, почему это мы отвергли. Так сказал. Теперь, ну, в целом, я считаю, здесь фраза, которая вот каноническая, про то, что диссертация соответствует именем царапе приказа, а Кирилл Виталий заслуживает обсуждения в искомной степени доказательства по специальности физико-ритературных данных. Спасибо. Я закончил свое выступление. Спасибо. Кирилл Виталиевич, пожалуйста, ответьте на вопросы. Сейчас, минуту. Да. Вот я сейчас покажу ответы. Значит, вот первое замечание про металлические, ну, конечно, справедливое, и, в общем, тут вопрос такой терминологический, потому что я не знаю хорошего термина. Тут имелось в виду, что, значит, в кристалле при низких температурах присутствуют делокализованные электроны в зоне проводимости, но при таких концентрациях, конечно, вот там чуть-чуть выше, чем 10-16, до 10-17, конечно, имеются и локализованные электронные состояния, это прямой видно просто и в наших экспериментах. Так что, ну, название металлические здесь условно, условно, то есть они, значит, это вот, ну, почти металлические, если угодно. Just metallic, то что называется по-английски. Теперь, значит, ну, по рисунку 4.3, да, я согласен, это опечатка. И, значит, вот про, значит, вот хорошее замечание про ростогласование. Ну, как я уже говорил, значит, причины тут неизвестны. Единственный обсуждавшийся в литературе механизм, который мог бы к этому привести, это электронно-электронное рассеяние, потому что электронно-электронное рассеяние сохраняет полный импульс электронной системы, не сказывается на проводимости, но оно в полной мере влияет на релаксацию по механизму диаконного пиреля. Но, к сожалению, значит, количественные расчеты показывают, что для объемных материалов роль такого рассеяния очень мала, то есть оно проявляется в квантовых ямах с выраженным электронным газом, а в объемных материалах она мала. И, кроме того, в этом случае была бы сильная температурная зависимость, ее нет. Вот я тут привел картинку из нашей еще одной работы, где исследовалось при температурах 77 кельюнов и комнатной температуре. И здесь тоже видны предсказания теории прямыми линиями и результаты экспериментов сопоставлены с расчетами по измеренному времени корреляции из оптических измерений. Видно, что внутри себя теория является самосогласованной, но с измерениями по транспортными измерениями почему-то имеется сильное расхождение. Ну вот остается загадкой. Что касается данных спецслепропросеяния, ну вот они используются именно по той причине, что там они не связаны с сопоставлением с проводимостью или подвижностью, а они получаются прямо связывают энергию спинфлип-перехода с величиной волнового вектора. Правда, эксперименты эти в объеме не получается сделать, их делали все на квантовых ямах, поэтому там есть некий пересчет констант, но тем не менее, с моей точки зрения, это более надежно, чем сопоставление с транспортными измерениями. Поэтому и это сделано. Спасибо. Олег Федорович, вы удовлетворены ответами? Да, вполне. Видно, что на самом деле есть чем еще ковыряться там, разбираться. Спасибо. Спасибо. Владимир Вмельевич Кулаковский, пожалуйста, ваш отзыв. Спасибо. Спасибо. Я тоже не буду подробно зачитывать отзыв. Я хочу только сказать, что то, что было сделано в диссертации, это, конечно, большая очень работа. И прежде всего надо отметить то, что было детально исследовано эффект незотопного рассеяния и механизм, который потом оказался весьма существенным для объяснения результатов. И еще я хотел бы отметить то, тесную связь Кирилла с экспериментаторами. И то, что детально не только теоретические работы, но и то, что были предложены вполне конкретные способы измерения нагрева системы спинов ядерных и так далее. Те, которые практически до этого не были использованы и те, которые были предложены на основании работ, которые были сделаны диссертантом. Но, конечно, как всегда, есть какие-то замечания, которые не очень большие, но, тем не менее, на них хотелось получить некоторые ответы. Я их и зачитаю, наверное. То, что обсуждалось, что большая величина локального поля в слое галлиарсенида в микродизоннаторе связывается с упругой деформацией этого слоя. величина, которая требуется, не очень большая, порядка одной сотой процента и вполне возможно. Но, тем не менее, было бы желательно также дополнительно измерить эту величину поля смещения. Почему-то, так сказать, авторы остановились на 50 гауссах, хотя, наверное, у них была возможность померить дальше и посмотреть. Ну и тогда, как говорится, можно было бы вот эту величину сделать, ну более, как говорится, оправдать, либо наоборот сказать, что она неразумна. Значит, что еще дальше? Температурная зависимость времени спинорешеточной релаксации Т1 калерсинедипотипа, приведенная на рисунке 6.4b, демонстрирует резкий рост и понижение температуры ниже 6 кельвина. Положение, которое не зависит ни от магнитного поля, ни от концентрация акцентра и так далее, в рассчитанных же значениях это примерно в полтора раза выше. То есть, как бы такая величина, которая вроде бы ни от чего не зависит, а расхождение достаточно большое. Вот, может быть, есть какая-то причина такого расхождения, которое, кстати, здесь не обсуждается. То есть, что мне понравилось в диссертации, на самом деле, то, что всегда, когда есть какое-то расхождение, так сказать, автор подробно отмечает, что вот с чем оно могло бы быть связано, вот тут момент как-то немножко пропущен. Ну и, естественно, есть некое замечание по оформлению, которое, так сказать, затруднилось сильно чтение последнего, шестой главы. Там как-то автор большое количество экспериментальных кривых привел, так сказать, в самом начале и они, так сказать, со всеми параметрами все вместе, как говорится, обсуждение было дальше и шло и надо было из этих картинок что-то выбирать, сравнивать и так далее, смотреть, ну, достаточно сложно, пришлось придираться. Ну, может быть, как раз из-за этого, так сказать, там некоторые картинки, ну, там, вот величины Т1 для 10 градусов для образца типа в нулевом магнитном поле на рисунке 64B совпадают с величинами Т1 на рисунке 64A для поля, но уже в поле в поле 30 Гаусс, а не в поле B равном нулю. Ну, наверное, это просто потому, что вот картинки были собраны как-то в одном месте и не все, как говорится, уложилось, как говорится, в это самое. Но понятно, что, в общем, эти замечания, они частные. В целом, так сказать, работа производит очень хорошее впечатление. Научные положения хорошо аргументированы и обоснованы. И Кавокин является признанным специалистом в области физики спиновых явлений в полупроводниковых кристаллах и наноструктурах. Поэтому диссертация Кавокина Кирилла Владимировича на тему релаксации углового момента энергии в спиновых системах лидированных полупроводников полностью соответствует основным требованиям, установленным приказом по Петербургскому университету. А соискатель Кирилл Витальевич заслуживает предстверждение ученой степени доктора физмат-наук. Спасибо. Кирилл Витальевич, пожалуйста, ответьте на вопросы и замечания. Сейчас, минутку, по поводу смешивания. Я сразу покажу картинку из доклада. Дело в том, что поле смешивания проявляется в отклонении кривых намагничивания в адиабатическом режиме от просто кривых намагничивания от адиабатических и появления такой вот неоднозначности. Но тут видно, что чем больше увеличивается поле по отношению к локальному, тем расхождение становится меньше. И на самом деле, дойдя до 50 гаусс, мы просто черпали пределы экспериментальной точности. Точнее 2% мы не могли определить эти расхождения и дальше двигаться было бы смысленно. То есть здесь этот вопрос, конечно, очень интересный. Но тут нужно искать какие-то новые экспериментальные подходы. А вот так просто это не получается, к сожалению. теперь вопрос. Да, значит, по поводу релаксации в P-типе. Ну, в общем, модель очень грубая. Здесь учитываются только прыжки между двумя ближайшими акцепторами, не учитывается разброс расстояния, то есть расстояние до центра упрались по максимуму функции распределения. Это предельное упрощение. На мой взгляд, хорошо, что оно дало очень приличное качественное согласие и, так сказать, кое-какое количественное. Но расхождение, конечно, тут можно ее дальше совершенствовать. По оформлению, ну, да, я согласен, получилось не очень хорошо. Делал я это из лучших побуждений, чтобы не мешать в кучу теории экспериментов. Сначала изложить эксперимент, а потом уже объяснять теории. наверное, это можно было лучше сделать. по поводу рисунка, да, там опечатка и спасибо большое за то, что вы указали. Да, еще, значит, по поводу моего общения с экспериментаторами, я все-таки должен заметить, что значительную часть экспериментальных результатов, приведенных в диссертации, я таки получал лично. То есть, либо сидя непосредственно за установкой, либо сидя в экспериментальной комнате и обсуждая каждый эксперимент с экспериментаторами. Владимир Дмитриевич, вы удовлетворены ответами диссертанта? Спасибо. Теперь слово Леониду Евгеньевичу Голубу, пожалуйста. Спасибо. У меня тоже в отзыве есть необходимые для этого пункты, актуальность, востребованность и так далее, которые я, наверное, пропущу. Далее идет изложение моими словами, как я понял, что написано в диссертации, показывающие, что я ее читал. Тоже, наверное, нет смысла после доклада. Научная практическая значимость и так далее. Я только хотел бы один пункт отметить, который сейчас уже всплыл, что мы присутствуем на защите редкой защите ученого, который в равной мере может публиковать как чисто теоретические статьи, открывая какие-то эффекты, так и делать эксперименты самостоятельно, которые эти эффекты подтверждают или открывают новые. Я по пальцам одной руки могу пересчитать таких ученых, которые экспериментаторы и теоретики в полном смысле этого слова. И вот мы даже видим в предыдущей дискуссии, что люди из других городов считают вас либо чистым теоретиком, либо чистым экспериментатором и удивляются или радуются, что надо же еще и формулы пишут. Значит, это уникальное событие, и я очень рад, что я на ней присутствую. В конце отзыва все необходимые слова также сказаны. В целом, я полностью доволен и считаю, что Кирилл Витальевич достоин. У меня есть три замечания, которые в отзыв вошли. Какие-то мелкие согласовали по электронной почте. В отзыв вошли три замечания. Третье из них уже обсуждалось при обсуждении первого отзыва Олега Федоровича о том, что могло бы помочь согласовать время корреляции с временем Тау-3. транспортным временем неэлектронно-электронно или это взаимодействие. Мы уже послышали ответ, что это нет не оно по оценкам. А два других пункта такие. Значит, в главе 2 получен замечательный результат о развороте спиноп двух локализованных электронов на угол, определяемый нечетными по импульсу слагаемыми в гамильтониане свободных носителей. Однако было бы обсудить, к чему приводят такие развороты в каждый из пар. В целом, можно ли что-то сказать о коррелированном состоянии всей системы? Это же интересно. Каждые два разворачиваются, но есть еще один и так далее. это первый такой вопрос. А второй вопрос, что с учетом тоже про нечетное по спину по импульсу слагаемое, с учетом кубической симметрии кристалла, возможно, и полное снятие спинного вырождения для пары электронов. Я вот предоставил ссылки, в том числе и на Владимира Дмитриевича работу. Наверное, они у Кирилла в ответе высветятся. ссылки на работы, которые предсказывали теоретически, что полное снятие спинного вырождения возможно. Однако, при обсуждении экспериментов этот факт не принимает своего внимания и хотелось бы какого-либо комментария. Значит, вот есть два замечания, и третье уже обсудили, и в целом я уже сказал, что они нисколько не снижают высокой оценки. Спасибо. Кирилл Витальевич, вам слово. Так, сейчас вот отвечаю по порядку. Вопрос о о том, что будет в целом по образцу. К сожалению, ответа нет, потому что, как я говорил, система сложная, когда есть во-первых, анизотропные кубические слагаемые, и во-вторых, неупорядоченные системы локализованных электронов, вот ответа я не знаю. известен ответ для двумерных систем, когда в случае специфичного, когда спинороитальное поле пропорционально относится к компоненту одного вектора, образуются устойчивые спиральные структуры. Но для объемного плавопроводника приходится прибегать к нестрогим рассуждениям, потому что, в общем, ответ, который нужно получить, это динамик релаксации полного спина всей системы электронов. Он, собственно, и сводится к этой задаче. Очень бы было хорошо, если бы удалось ее как-то решить точно, или, по крайней мере, найти последовательную структуру приближенных решений, но приходится прибегать к нестрогим рассуждениям. В данной работе было использовано представление спиновой диффузии по бесконечному кластеру. Я надеюсь, что оно правильно отражает физику, по крайней мере, дает возможность описать эксперимент. Но в целом, конечно, было бы очень здорово, если бы удалось найти какое-то более строгий теоретический подход к этой задаче. Теперь про полное снятие вырождения в парах электронов. Это очень хороший вопрос. Эти работы появились уже после наших работ по спинной релаксации, после моей работы 2008 года. И при написании диссертации я, честно говоря, про это забыл, хотя это в каких-то случаях может быть важно. На мой взгляд, важно это будет в сильной разбавленных спиновых системах, когда в релаксации определяющую роль играют... Прошу прощения, у меня звук пропал. Я должен остановить. Делаем технический перерыв. Спасибо. 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 Технический перерыв. Пожалуйста. Как я уже говорил, на мой взгляд, этот вклад может проявиться в сильно разбавленных системах, когда уже спиновая диффузия неэффективна, как механизм релаксации. И релаксация определяется редкими, небольшими кластерами близкоросположенных ионов. Такой режим просматривается теоретически в моей работе 2008 года, но там я не знал о возможности снятия спинового рождения в парах, поэтому в качестве минимального кластера брал тройку спинов. если могут вносить вклад пары, то скорость релаксации в разбавленных системах может быть больше, и это важно учитывать. Но для экспериментов на Арсении Дегале это, скорее всего, не актуально, потому что в этой области все равно доминирует релаксация на ядрах, и эти эффекты не увидеть. Но если исследовать релаксацию в изотопно-чистых материалах без ядерных спинов, то несомненно нужно учитывать такие поправки. И наконец третий вопрос. Я уже частично ответил Олегу Федоровичу, но здесь только могу привести еще оценку. Например, просто количество рассеивателей эффективных электронов на поверхности ферме при концентрации 10-17, которая у нас использовалась, температура для Кельвина это примерно 3 на 10-15, то есть в 30 раз меньше, чем концентрация заряженных доноров примерно равна концентрации электронов. И поэтому и всяких других соображений этот выходим, к сожалению, неэффективен, и поэтому вопрос остается открытым. Спасибо. Вы удовлетворены ответами? Спасибо. Переходим к отзыву Татьяны Васильевны Шубиной. Пожалуйста. Звук, Татьяна Васильевна. Он был из санитарных соображений отключен. Так. Пожалуйста, Ваш вопрос. Минуточку, сейчас. Я не буду давать общую характеристику работы. Спасибо. Спасибо. Объявляем технический перерыв. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Однако общее впечатление Орботе я хочу осветить. По моему мнению, работа прекрасная и в принципе при небольшой доработке это была бы отличная монография. Отличная монография на тему спинов в полупроводниках. Давно не появлялось свежих изданий, посвященных этой очень важной тематике. Но перехожу после этого дифферампа сразу к недостаткам. Недостатков немного, и это скорее возникли следующие замечания. Первое. Метод спиновых шумов рассматривается в работе как невозмущающий. Однако известно, что механизм возникновения сигнала спинового шума аналогичен механизму комбинированного растения света с переворотом спина. А таким образом зондирующий луч света может в принципе привести к изменению спинного состояния. Второе. В микроизонаторах амплитуда оптического поля многократно усилена. Хорошо известный факт. Не может ли это повлиять на спиновую динамику в таких структурах? В диссертации ограничения по мощности и поляризации зондирующего пучка не обсуждаются. И последнее. В теоретической части главы 3 подробно анализируются механизмы спиновой релаксации электронов выше и ниже перехода диэлектрик металл. Но не обсуждается область перехода, где в эксперименте наблюдается наиболее интересная особенность концентрационной зависимости времени релаксации. Это все. Заключительное утверждение в этом отзыве это то, что я считаю, что выполнены все основные требования, установленными приказом номер 6821-1 на порядке присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете и соискатель, кого Кирилл Витальевич полностью заслуживает присуждение ученой степени доктора физико-математических наук по специальности физико-полупроводников. Благодарю за внимание. Спасибо. Кирилл Витальевич, пожалуйста, ответьте на вопросы и замечания. Сейчас. Значит, первое замечание по поводу спиновых шумов. Значит, действительно, действительно, есть такое ограничение, но значит, оно важно тогда, когда число исследуемых спинов невелико, потому что в этом случае невозможно выбрать достаточно низкую интенсивность зондирующего пучка, чтобы с одной стороны сохранить сигнал, а с другой стороны не возмущать систему. Ну, это исследовалось в ряде теоретических работ, например, Денис Кальбером недавно, но реально в наших экспериментах всегда число зондируемых спин вычислялось тысячами, и тогда фактически измеряемый шум является классическим, и поэтому просто подобрав достаточно низкую мощность зондирующего пучка, можно войти в невозмущающий режим и не портить состояние системы. с этим вопросом связан и вопрос о оптическом поле микроризонаторах. И да, конечно, значит, конечно, значит, может влиять, и это наблюдалось в экспериментах, и, значит, это наблюдалось и динамической поляризации ядер, при эллиптической поляризации пробного луча, и также при эллиптической циркулярной поляризации наблюдалось возникновение эффективного оптического поля, которое действовало на электронные спины через обратный эффект Фарадея. Ну, и чтобы этого избежать, приходится подбирать не только использовать линейную поляризацию, но и подбирать ее ориентацию по отношению косям структуры, с тем, чтобы она не становилась эллиптической в резонаторе, и снижать мощность так, чтобы проходящая через резонатор мощность была порядка микроват, а в некоторых экспериментах приходилось снижать. Ну, тогда просто можно проверить, что оно не приводит к каким-то изменениям в спинном состоянии ядер, например, в этом диапазоне мощностей. Спасибо. Последнее замечание еще про переходную область. это очень интересное замечание. Во-первых, надо сказать, что хорошей теории на переходную область нет, и более того, хорошего эксперимента на переходную область нет, из-за того, что просто не было серии образцов ни у нас, ни у других исследователей, в которых концентрация менялась бы контролируемым образом с достаточной степенью точности. Поэтому здесь очень большой разброс экспериментальных данных. Но вот эта особенность, которая в большинстве экспериментов наблюдается, например, в экспериментах немецкой группы, где первый автор Лономан, вот ее и вовсе нет, она связана, скорее всего, просто с стыковкой двух механизмов спинного релаксации спиноорбитальных, механизм диаконного пиреля для металлической фазы и механизм анизотропного обмена для диэлектрической фазы. И скорость релаксации определяется в этом случае эффективным волновым вектором, который в одном случае волновой вектор фирм, в другом случае мнимый волновой вектор локализованного состояния, и, с другой стороны, корреляция, которая тоже разная в этих двух режимах. Ну и поэтому трудно ожидать, что они как-то будут стыковаться, то есть разрыв этот почти неизбежен, но в каких-то структурах вот в этих экспериментах Лономана там просто, видимо, подобрано случайно оказалось время корреляции из-за объединения слоев, так что разрыва практически не оказалось, мне кажется, так. Но, в принципе, это очень интересная тема для будущих исследований, но как только удастся подобрать технические ключи к исследованию этой области. Спасибо, Татьяна Васильевна, вы удовлетворена. Я буду удовлетворена. Спасибо. Так, Михаил Игоревич, Дьяконов у нас на связи или нет в данный момент? Мы не видим, ага, все в порядке. Видим. Видим, да? На нас нет. Михаил Игоревич, пожалуйста, ваш отзыв. Ну, мой отзыв приложен к делу. Я просто, так сказать, в свободной форме выскажусь. Значит, первое, все я хочу сказать, что эта диссертация могла быть защищена по крайней мере 10 лет назад, а может быть и раньше. То есть, действительно, значит, Кирилл Витальевич это замечательный специалист в этой области, который много туда внес вклада и работал и как экспериментатор, и как теоретик, что вообще исключительно редкость по нашим временам. И что я не знаю другого человека, который бы так хорошо понимал вот эту систему электронной, ядерной, спиновой спины, в регированном полукроднике, и что с ним происходит при облучении, при свете и так далее. То есть, он действительно совершенный мастер в этом деле. Но я даже не знаю, что в общем вот на ранней стадии развития этой области там в 50-е, в 80-е годы. Это был период, то, что называется штурм und drang период. То есть, внезапно открылась куча таких новых явлений, очень интересных, и даже не знаю, за что взяться. Все интересно, все яркие явления, о которых раньше вообще никто не слыхал, не слыхивал. И вот этот период закончился, и начался другой период такой серьезной работы, где надо вникать в детали, и как одно стыкуется с другим. И вот Кирилл это все произвел с большой и с огромной тщательностью и с огромным вниманием к деталям и ко всему. В общем, я считаю, что это исключительно хорошая работа. Безусловно, он заслуживает, причем давно в этой слабой докторской степени. у меня нет замечаний, но я мог бы тоже придраться к каким-то мелочам, но не считаю нужным этого делать. Спасибо, Михаил Игоревич, но вопросов, замечаний нет, поэтому ответа на них не требуется. Тогда я перейду к последнему отзыву, это моим отзывам. Тут тоже кратко изложу, все эти исследования начались более 50 лет назад. Я видел, как ходили по коридору Михаил Игоревич и Владимир Игоревич Пирель долго-долго туда-обратно по коридору и создавали эту науку. Но она оказалась настолько обширной и многогранной, что до сих пор это обширное поле деятельности. Я тоже отмечаю, что Кирилл Витальевич он и теоретик, и экспериментатор. Я просто наблюдал, как он сам гели переливает из большого дюара в оптический криостат. В общем, и недавно у нас же в университете защищался его ученик, который тоже на всех произвел хорошее впечатление у аспиранта. Кирилл Витальевич много лет работал в физико-техническом институте. Недавно он перешел в университет и сейчас является сотрудником лаборатории оптики спина в университете, созданной под мегагрант, который был тогда выигран определенное время назад. Теперь, что касается вопросов и замечаний. В диссертации написано о большой роли квадрупольного механизма и подчеркивается усиление этого механизма в результате деформации активного слоя Арсенедегалия. На этом может быть стоило подробнее остановиться о том, как влияют на квадрупольное расщепление анизотропии деформации, знак деформации, и потом все-таки микро и даже наноструктуры довольно толстые, поэтому там, наверное, идет релаксация напряжения от интерфейса. Как-то все это учитывается. И второй вопрос это насколько можно говорить в металлическом Арсенедегале, где высокая концентрация носителей об электронах, которые локализуются на донорных парах. При высокой концентрации примесей электроны становятся обобществленными между системой примесных центров. Относительно замещаний металлических металлических магнитных магнитных полях временам и так далее. Вот если был отдельный перечень этих обозначений, это бы облегчило чтение диссертации. Общая оценка диссертации очень высокая. И Кирилл Витальевич Кавокин безусловно заслуживает за свою диссертацию присуждение ученой степени диссертация удовлетворяя всем требованиям установленным приказом от 1 сентября 2016 года 68 21.1 о порядке присуждения степеней. И пункт 11 указанного порядка диссертантам не нарушен. Спасибо. Пожалуйста. Вам ответ. Время на ответ. Вопрос. Сейчас, минутку. Так. Замечание первое про анизотерапию в знак деформации. Ну, я согласен, конечно, что многие вещи еще нужно было дополнительно обсудить. Что касается роли квадропольного расщепления в увеличении локального поля, которое, собственно, и наблюдалось, и все с этим было связано. Ну, ответ простой. Ничего этого не влияет. То есть анизотерапия и знак деформации, потому что локальное поле кое-как, просто средний квадрат квадропольной энергии, и знак анизотерапии деформации не зависит. Но, конечно, в других экспериментах это может проявляться. И вот сейчас, упоминавшись вами, мой бывший аспирант в Дортмунде делает там эксперименты по охлаждению в сильных магнитных полях вращающей системе координат. ты вот там от анизотерапии и деформации там уже начинает много чего зависеть. И это тоже все интересно и дает новые сведения. Ну, конечно, да, есть релаксация, есть неоднородная деформация, и все это как-то сказывается, но мы, в общем, не знаем, как. Пока. Так, второе замечание про пары. ну, тут две вещи. Значит, вот речь о про магнитных центрах, образованных электронными локализованными на парах, шла в применении к металлическому, то есть вырожденному арсенедугали уже выше полигированию, чем переход мота, то есть это уже непроводимость внутри переместной зоны, а это уже там присутствует электронный газ, и тогда действительно обычный донор не может связать электрон, а вот кластер, когда несколько зарядов вместе, может, и среди этих кластеров, ну, просто наиболее многочисленными концентрациями, которые мы исследовали, являются пары, там, ну, тройки там составляют буквально десятая от их числа, поэтому вклад пар тут определяющий. И, значит, по поводу времени корреляции, ну, я уже в презентацию вставил это определение, то есть определяется, как время затухания корреляторов спина на каком-то выбранном доноре, вот можно выразить через такой интеграл, диссертации в тексте не обсуждается, это справедливое замечание. Ну, и с обозначениями, списком обозначений, его желательность, я, конечно, согласен. Спасибо. Вот, когда будете писать монографию, тогда сделайте такой перечень, ладно? Ну, если буду писать, сделаю, несомненно. Спасибо. Вот, внешних отзывов на диссертацию нет, насколько я понимаю, Наталья Владимировна. Нет, внешних отзывов не поступило. Внешних отзывов нет. А относительно каких-то замечаний или вопросов от тех, кто нас слушает в чате? В электронной почте не поступило. Не поступило, да? Спасибо. Вот, таким образом у нас есть возможность отключить звук и обсудить вопрос о присуждении степени, если это требуется. Если ни у кого из членов диссертационного совета нет такой необходимости, прошу это подтвердить, и тогда мы не обойдемся без этого момента с отключением связи. Есть возражения какие-то? Нет. Нет, да? Тогда мы переходим к голосованию и я должен опросить поименно членов совета. Венка Олег Федорович, ваше мнение? Согласен. Присуждение степени. Так. Кулаковский Я за присуждение степени. Я за. За. Голуб Леонид Евгеньевич. За присуждение степени. За. Шубина Татьяна Васильевна. Получилось. Ваше мнение, ваш голос за или против. Опять перерыв объявляем. Она не слышит. Я не слышу. Объявляем. Редактор субтитров Корректор А. Продолжение следует... 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 Прошу каждого сказать... Продолжение следует... 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 вот ну и просто хотелось поблагодарить людей с которыми много обсуждалось обсуждали всякие физические вопросы как говорил борис петрович физика наука оральная вот этот же раслана иванович тоже дима яковлев в воде коренев алексей кудинов мой брат алексей кавокин ваша владимирова и вот маша владимирова опять же отдельная благодарность за большую помощь технического при оформлении этой диссертации очень-очень мне помогло ну вот спасибо всем большое и всего хорошего спасибо кирилл витальевич поздравляем вас с успешной защитой заседание объявляю закрытом благодарю всех за участие прошу отключить трансляцию заседания